Братьев коневодов, братьев белорусов, наших российских коневодов Демонстрирую выездную упряжь Вот мы уже запряжены в линейку параконную Упряжь, вот этот, который вы видите, покупалась Была сделана в мастерской Козенкино Хороший упряжь, добротный Все полностью кожано По сторонке из кожи Покажи по сторонке, что они Они увеличиваются и поменьшаются Две пряжки здесь, одна вверху, другая вот там внизу Вот, шлия, которая прошита внутри капроновой лентой Вот же это мы делали, это самодельное Вот эти уздечки полностью сделаны в мастерской Козенкино А на этом муле хомут сделан в наших домашних условиях У меня товарищ, есть сапожники, он на своей машинке пошил Отформовал кожаные изделия, пошил их Вот, а потом уже мы собрали их в кучку Обращаю ваше внимание на супоне, которое мы делаем Мы самостоятельно делаем Вот здесь анкерный болт с проушиной Через который просто петля сыромятная Продевается, захлестывается И сюда так же штопорится ремнем сыромятным Вот это шлию мы тоже делали в домашних условиях Вот, все полностью и махры Единственное здесь, на этом муле уздечка И по сторонке из мастерской Козенкино Вот Вот эта шлия пропитана дегтем Но не на горячую, а на холодную Видите, она не приобрела нужного цвета И еще один недостаток Деготь имеет резкий запах Он хоть и антисептическое средство Хорошо от мух средств Там где с дегтем соприкасается тело животного А там мухи не садятся Вот И мягкая кожа от него Это шли тоже где-то 9 лет уже Вот И тут с бруей мы тоже дегтем на холодную пропитали Ну, чем хорошо на горячую пропитывать Когда мы в горячем дегте Пропитываем мупреж сыромятную Любую кожаную Даем потом есть кисть Потом мы ее в теплой воде с мылом хозяйственным моем За руки деготь не берется Как вот здесь берется за руки И пахнет аромат хвои От него исходит Поэтому, если кому интересно, я могу рассказать рецепт Нужно замасливать в дегте на горячую Ухлево Разогревается деготь на водяной бане 3 литра Добавляется туда пол-литра Возьминого масла И 300 грамм рыбьего жира И держится в горячем состоянии на водяной бане В течение нескольких часов Погружается туда сыромятная Гужи, шлии по сторонке Все, что есть На груднике Оно хорошо впитывает себя Потом даете ему стечь Промываете в теплой воде с хозяйственным мылом И оно потом за руки не берется Аромат хороший И много лет оно не теряет эластичности кожи Очень хорошее вещество Хорошо держит их красивый товарный вид Вот на груднике Они тоже промаслены Но промаслены уже мазью Которую мы тоже варим сами Мы на водяной бане Разогреваем вазелин килограмм Туда вливаем Килограмм вазелина 200 граммов дегтя И 300 граммов рыбьего жира Все это перемешиваем тщательно на горячую Даем застыть И потом можно два раза в году Весной, осенью Мазать упряжь специально Мазью дать ей хорошо высохнуть Потом протираете какой-то тряпицей Оно за руки не берется Запах приятный у него И не пропускает влагу И очень эластичной На протяжении многих лет является кожа Так что если будет полезно Пожалуйста, воспользуйтесь